Для нашего эксперимента мы отобрали, купили по три вида молочных продуктов Сыр, дорогой, который должен быть натуральным и который на всех ценниках, на всех этикетках написано, что он натуральный Сырный продукт, где опять же на ценнике было написано, что это сырный продукт И, наконец, третий, подозрительно дешевый сыр, который, однако, декларируется как натуральный Ну, вот этот образец мы приобрели, в частности, на центральном рынке То же самое с творогом Это дорогой творог, который позиционируется как натуральный, с натуральным составом Это творожный продукт, то есть никто не скрывает, что в нем есть растительные жиры и пальмовое масло А это очень недорогой творог, он стоил 200 рублей за килограмм Первое наше испытание будет заключаться в том, что мы оставим все эти продукты на 8-9 часов при комнатной температуре Итак, наши испытуемые провели целую ночь на подоконнике при комнатной температуре И давайте теперь посмотрим, что с ними стало, как они изменились Согласно народному методу, на сыре, в котором есть растительные жиры, должны проступить капли В то время как натуральный сыр должен просто высохнуть, вернее, немножечко скукошиться, остаться сухим Но, как мы видим, и на дорогом сыре, и на дешевом сыре, правда в меньшей, кстати, степени И на сырном продукте эти капли выступили Меньше всего, как ни странно, этих капель на дешевом сыре, насчет которого у нас были подозрения То есть отсюда можно сделать вывод, что либо во всех трех этих образцах есть растительные жиры Либо, возможно, этот метод не совсем, скажем так, действенный в определении натуральности сыра Но об этом мы еще спросим у экспертов И, ну, еще заметно вот какая разница Она была заметна и вчера, а сегодня стала еще заметнее Обратите внимание на цвет То есть вот дорогой сыр И вчера был, и сегодня сохранил самый, пожалуй, натуральный такой желтоватый оттенок Вот Запах В то время как вот второй и третий образец То есть сыр дешевый Насчет которого у нас были подозрения, да, что в нем есть растительные жиры И сырный продукт, они окрашены в такой явно, ну, несвойственный, что ли, для сыра Оранжевый цвет Похоже, что здесь используются какие-то красители Вот, и еще, если понюхать эти образцы Тоже есть один момент Вот дорогой сыр, от него самый сильный запах Запах такого немножко скисшего молока В то время как вот здесь Вот этот образец И вот этот Практически ничем не пахнут Что у нас с творогом? Опять же, согласно народным наблюдениям Творог, которым есть растительные жиры По истечении 6-8 часов Когда он полежал при комнатной температуре Должен немножко пожелтеть Покрыться какой-то желтой пленкой Давайте посмотрим, есть ли это на наших образцах Ну, вот у нас творожный продукт Ну, скажем так, он немножко потемнел Вот И так же, как и дешевый творог Он приобрел такой немножко желтоватый оттенок В то время как творог натуральный, дорогой Явно выглядит светлее Как мы видим Да, то есть Видимо, вот этот метод как раз имеет место быть В качестве проверочного метода И еще давайте тоже понюхаем наши образцы Дорогой творог Пахнет, вот, кстати, примерно как сыр Таким с кишем, молоком Запах довольно сильный Дешевый творог Практически ничем не пахнет И творожный продукт Даже, пожалуй, творожный продукт Имеет самый сильный запах из всех трех образцов Ну, вот, пожалуй Как раз Метод Определения По внешнему виду Как раз, наверное, здесь будет самый эффективный Потому что действительно заметно Что вот эти два образца пожелтили Этот остался Практически в неизменном виде То есть Соответственно Вот в этом твороге Который выдавался за натуральный Так как он себя повел Так же, как и творожный продукт Скорее всего В нем есть Какие-то растительные жиры Следующий популярный Народный способ Определения натуральности Качества молочных продуктов С помощью йода Считается как Что Если добавить йод В натуральный продукт Где не содержится никаких искусственных добавок То йод не поменяет свой цвет Останется бурым Если же добавить в продукт Где содержатся какие-то посторонние включения То йод поменяет цвет На какой-нибудь голубой Зеленый Фиолетовый И так далее Связано это прежде всего Даже не столько с растительными жирами Сколько с крахмалом Потому что именно крахмал дает такую реакцию С йодом Спросите, при чем тут крахмал При том, что Крахмал как стабилизирующее вещество Как раз добавляется В молочные продукты Где присутствуют растительные Какие-то компоненты Растительные жиры Вот Ну и таким образом Наличие крахмала Является косвенным доказательством Наличия и растительных жиров Итак, начнем мы Давайте с творога Вот мы, значит, капельку Вот сюда Так Вот сюда Ой, мимо Ничего У нас Вот сюда И Так Так И теперь О, ну я вот даже прям сразу вижу Обратите внимание Что Вот в этом образце творога Видите, йод стал фиолетового оттенка Фиолетового оттенка Который Вот как мы уже вам рассказывали Говорит о том Что в нем есть крахмал Так же творог стал Фиолетового оттенка Вот здесь В дешевом, но натуральном Якобы твороге Который тоже говорит Что значит В этом твороге Есть крахмал А следовательно Это является косвенным доказательством Наличия в нем Растительных жиров Значит Это творог Как мы, собственно Еще и по первому испытанию Сделали вывод Не такой уж и настоящий Как нам Это преподносили И вот, наконец Дорогой творог Как видите Йод Как был желтовато-бурого цвета Так и остался То есть Это говорит о том Что здесь действительно Нет Видимо Никаких посторонних Каких-то включений Ну Тут, по-моему Прямо очевидно Значит Мы Добавляем Вот сюда Ну Побольше Ну ничего Сюда Ой-ой-ой И вот Сюда Так И давайте посмотрим Будет ли какая-то у нас Реакция Наших Подопечных С йодом Вся я измазалась Ну Чем не пожертвуешь Ну что мы имеем Ну по крайней мере Пока я разницы Не вижу никакой Что здесь Что здесь Что здесь Что здесь Йод Не поменял свой цвет А следовательно Это означает Что вот данный способ Проверки волочных продуктов Подходит Вот для творожных продуктов Скорее нежели Для сыра Вот А творог у нас Вот посмотрите Как разноцветный Отличный способ Чтобы удостовериться В качестве продукта Я нанесла Кусочки масла На руку Вот Настоящее масло Без растительных добавок Должно Вот ровненько Ровненько Вот так вот Должно Таять Вот собственно Как действительно Тает у нас Натуральное масло Вот оно оставляет Ровный Такой Видите Вот оно уже У нас растаяло Вот Не осталось Никаких включений Каких-то Кусочков Видите Вот он Дешевого масла Которое якобы У нас как натуральное Видите Он очень плохо Оно как пластилиновое Видите Вот оно не тает То есть Пролежав на моей руке Столько же времени Сколько Вот это масло Да Вот я даже помогаю ему Оно не тает Оно вот Размазывается Как пластилин Вот это прям Прямое свидетельство Того Что в нем есть Пальмовое масло У которого температура плавления Гораздо выше Чем температура 36 градусов Температура моей руки И вот у нас Масло Заменителем Молочного жира Вот оно тоже Ведет себя Точно так же Вот оно густое Как пластилин Вот оно Не размазывается Да Вот так вот Слоем Оно вот Вот оно Видите Какое Вот Хочу сказать Что вот это Дешевое Якобы натуральное масло Даже хуже выглядит Чем масло Заменителем Молочного жира Которое Никто нет То есть тут Вот мне кажется Этого пальмового масла Больше даже Чем вот здесь Ну в общем Вот Ну мне кажется Вот Очевидно Да Очевиден результат Вот смотрите Теперь мы масло Кусочки масла Опускаем в теплую воду Настоящее масло Которое состоит Только из коровьего молока Оно расплывает В воде Ровно 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 Вот видите Так красиво Оставляет Такую Желтую пленочку На поверхности Теперь мы Добавляем Масло С заменителем Молочного жира Как мы видим Растворяется Вроде бы Гораздо Медленнее И совсем другая Консистенция Вот этого Разного Вещества И вот у нас Дешевое масло Которое вроде как Натуральное Мы его тоже Опускаем в воду Но разница очевидна По-моему Даже в третье Да В третье В консистенции То есть консистенция Натурального масла Она вот такая Неоднородная С включениями воды Вот А Вот Масло с заменителем Молочного жира Оно вот В ровную Такую Пленочку Да Превратилось И точно В такую же Пленочку Превратилось Дешевое масло Которое Позиционировалось Как натуральное То есть что Опять же Наводит на мысль Что есть в нем Такие вот эти Растительные жиры Раз ведет оно себя Так же как Масло с заменителем Вот оно типа Разходится Да На кусочки Это тоже Но цвет А у этих Смотрите Здесь однозначно Использовался краситель Я думаю А у этих Обратите внимание Круглые Вещества А вот у этого Попробуй теперь И у этого Тоже круглые Такие вот Вещества Натуральное масло Оно растворяется Мелкими фракциями Да А вот эти Как-то они Не разбиваются Да Такими круглыми Жирными Жирными Такими кругами Поводили Вот Как видим Этот метод Тоже действует А смотрим Как он себя Поведет Это натуральный Творог Творог Косил Жидкое Стало Мутное На поверхности Никаких Особенных Следов Масла Чего-либо Я не вижу Такие же Манипуляции Мы заведем С Творожным Продуктом Смотрим Как он Себа Поведет В воде Обратите Внимание Частички Творожного Продукта С растительными Жирами Не оседают На дно Они Практически Все остались На поверхности Да И в этом Наверное Главное Отличие Что Вот Практически Вся Масса Осталась На поверхности Так И третий Наш Образец Дешевый Творог Который Выдавался За натуральный На центральном Рынке Но уже Плохо Ся Проявил С тестом На крахмал И с тестом На оставление На свежем воздухе Как и в случае С творожным Продуктом Вся Вот эта Взвесь Осталась На поверхности Видим Да То есть Она Вся Плавает По поверхности Не оседает Итак Какие мы можем Сделать Фундаментальные Выводы Из нашего Эксперимента Расплавить Творог В воде Оказалось Действенность Оказался Действенный Способ Да То есть Напомним У натурального Продукта Все содержимое Оседает У продукта С растительным Жиром Вся взвесь Остается На поверхности Также Очень эффективным Оказался Тест на Крахмал На наличие Крахмала С йодом Вот С творогом Творог С крахмалом Синеет Фиолетивеет Я бы даже сказала Причем Это очень заметно Правда Этот тест Не действует На сыре Наконец Что касается Масла Тоже Очень действенным Оказался Способ Разведения Масла В воде Потому что Масло Натуральное И масло С содержанием Растительных Жиров Ведет Совершенно По-разному По-разному Растекается Разные Образуют Следы В общем Это заметно Не вооруженным Глазом А что же С нашими Продуктами Подозрительными Ну судя Потому что Вот по нашим Опытам Творог Нам достался Скорее всего Поддельный Потому что Он плохо себя Проявил По всем Результатам Испытаний Масло Которое Выдавалось Натуральное Тоже Скорее всего Содержит Растительные Жиры Потому что Ведет себя Так же Как и Масляный Продукт Единственное В чем У меня Вот На что У меня Есть надежда Это на то Что нам Все-таки Продали Дешевый Но натуральный Сыр Потому что Вот как раз Сыр Показал себя Скорее Вот по своим Каким-то Свойствам Показал себя Ближе Именно к Дорогому И натуральному Сыру Чем К сырному Продукту Поэтому Отсюда Вывод какой Ну Наверное Дешевые Продукты Бывают Все-таки Натуральными Но не очень Часто Продолжение следует